И вы знаете, при лечении я всегда говорю, что, дорогие друзья, если вы хотите, есть серьезные, тем более серьезные, когда уже организм, понятно, что иммунная система, система все изношены в какой-то мере в то или иной, я говорю, первым делом, ну, наряду с прочими мерами в комплексном подходе, необходимо учесть, чтобы не было дефицита в витаминах, аминокислотах, минералах, жирных кислотах. И тогда, если мы учтем, чтобы организм не испытывал дефицита в этих жизненно важных всех компонентах, мы не будем исследовать, и этим не надо, есть клиники в Швейцарии, 10 тысяч евро, пожалуйста, можно таким путем пойти, они все исследуют, каких микроэлементов, где не хватает, но можно пойти другим. Мы всего лишь комбинируем определенные продукты. При комбинации этих продуктов мы гарантированно получаем все необходимые микро-макроэлементы, жирные кислоты, и тогда, тогда уже при равных прочих, при равных прочих, уже процесс восстановления пойдет гораздо лучше. Потому что мы, может быть, впервые за долгие десятки лет начали применять, например, такие микроэлементы поставлять в пищу, как литий, хром, без которых, так сказать, определенные процессы обменные идут ущербно. И в первую очередь, так сказать, не хватает йода, хрома, так сказать, прочих микроэлементов. Идут что? И в первую очередь гормональные системы организма страдают, рушатся и так далее. Вот стоит фукус, например, внедрить в питание, ну, особый только, вот это очень интересная тема, я вам, Ольга Алексеевна, потом скину ссылочки, посмотрите. Так вот, максимум за три месяца проходит диффузный зоб, узлы в щитовидной железе, максимум. А у некоторых чудеса бывает, когда за две недели, три. Такие люди есть. Причем, например, один из ярких примеров, это молодой, кстати, молодой врач-сыроед, сам врач, так сказать, Артем Хачатериан, который не мог вот эту проблему решить, многочисленные узлы в щитовидке. И у него за полторы банки фукуса нашего прошли эти узлы. Ему не хватало... Очень серьезная тема. Эндокринология – это просто мега серьезная тема. Мы обязательно коснемся с вами ее. Я вот тоже вчера мы с Маровой Гошакой на Ганян общались, там по телефону она мне позвонила, там, ну, по своим... Я вот тоже рассказал, я говорю, вы внедряйте, это так, это не панацея, но почти... Вы знаете, я процитирую одну последнюю вещь, кажется, просто это настолько тема меня, я вижу результат, она меня настолько вдохновляет. Дело в том, что, знаете, мало кто об этом говорит, и вам я тоже хочу сказать, подумайте об этом очень серьезно. Мало кто понимает, это из врачей даже, что сейчас одна из самых больших проблем недополучения питательных компонентов питания, как следствие очень многих проблем, это дефицит, тотальный дефицит микро- и макроэлементов, причем хилатной, органической, вот этой ионной формы. Вот, 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 чем мы занимаемся-то, да? Потому что, потому что почвы уже давно... Истощены. Конечно, из них уже давно... Макроэлементы какие-нибудь там, фосфор насыпать, азот, это пожалуйста. А где взять тот же кремний, литий, селен, так вот. И вот как раз эта проблема колоссальна. Я еще ее, ну, долгая история, сейчас не буду говорить, чем давно изучаю, и порой те самые почвы, на которых еще даже 10-20 лет назад было, например, энное содержание того же селена, сейчас в 3-5-10 раз меньше. И вот это, я знаю выход из этого положения, я в своих лекциях, кстати, по органическому земледелию рассказываю, как эту проблему решить в малых масштабах, ну, в 6 соток, и как эту проблему решить в масштабах страны. Есть, это возможно, быстро. Я бы решил ее за 2-3 года, эту проблему в масштабах страны. Вас бы министром сельского хозяйства сделать, ну, ей-богу. Да, да, и это вот объективно, я просто знаю. И вот не поняв это, очень многие вопросы можно решать, так сказать, даже препаратами, но не решим никогда комплексно. Так же, как я вот вижу, как специалисты, врачи, фунготерапевты, действительно, очень многие правильные вещи, рецепты, советы, методики по лечению, действительно они работают. Но я вижу, как они ничего не меняют по питанию, и если бы они изменили, как идут, вот, к примеру, просто, вот, ну, вот, допустим, там, вот, молодая семья, она у нас уже третий раз на ярмарки приходит, на наши, раз в месяц, они брали там определенные ей препараты, там, значит, у нее киста яичников 3 сантиметра. За 2 месяца она стала через 2 месяца 1,5 сантиметра. Это очень большая тенденция к улучшению. Вот. А бывает, что, например, кисты, миомы и там, фибромиомы, и вот, скажем, доброкачественные опухоли дольше лечатся, даже чем онкологические. И на это тоже есть определенные причины. Связано это с прорастанием или непрорастанием кровеносной системы. Вы понимаете, о чем это, да? Да, да, конечно. И, соответственно, донесение питательных компонентов, и в том числе лекарственных, или не донесение до этих клеток, барьер или не барьер. То есть вот я почему и говорю, что только обладая комплексными знаниями, понимая хорошо биохимию, понимая, как работают те или иные вещества, в те или иных препаратов, природа нам все дала. Нам лишь надо знания эти получить. И второе, что мешает человеку, первое, отсутствие знаний. А второе, это лень. Лень, конечно. Если мы поборем себе лень и будем стремиться не к тому, чтобы лишний раз телесериал какой-то идиотский посмотреть, это я уже к нашим уважаемым зрителям обращаюсь, а послушать действительно важные лекции, те, которые могут вам помочь в жизни получить информацию ценнейшую. И вот это, по-моему, гораздо важнее. Поэтому, так сказать, вот это мой совет нашим зрителям. То есть изучать свой организм, изучать, как он устроен, как устроен этот мир, в котором мы живем. Все это поняв, мы можем кардинально изменить в лучшую сторону нашу с вами жизнь. И наше общество. Давайте будем это делать. Давайте будем это делать. Я рада, что мы с вами снова возобновили наши телемосты, потому что на самом деле нам есть что сказать людям. Однозначно. Да, и мы многим еще с вами можем помочь, потому что я четко верю в то, что я делаю. Вы тоже. И как бы две наши веры объединяются, но пусть люди проверяют, пусть они смотрят, пусть они анализируют, пусть они с гуглом общаются. Я отвечаю за каждое свое слово. Вы точно так же. Продолжение следует...